Пожалуйста, как меня видно, слышно? Раз, два, три. Хорошо, пишет муж из соседней комнаты. Ему меня и здесь слышно, и вживую слышно. Так, хорошо слышно, давайте тогда будем начинать. Давно не проводила вебинары, уже соскучилась. Так, вопросы можете задавать по ходу вебинара, но у меня такой совет, вопросы задавать в тему. Камера не очень. Так, вот так вроде лучше видно, да? Вопросы в тему, если будете задавать, я буду отвечать. Если не в тему, тогда отвечать, конечно, не буду. Здорово, я вижу, что у нас в комнате собрались новички. Здесь даже есть моя подружка детства, которую я не видела лет 20 уже. Пригласила ее сегодня на вебинар. Очень приятно, что она зашла. Мария, привет! Ну и всем новичкам тоже привет большой. Так, эхо. Михаил, а вы зашли два раза, первый раз, я видела, я уже вас удаляла, видимо, еще раз. Мария пишет. Так, сейчас я гляну. Вы два раза заходили, поэтому эхо. Вот, и сейчас тоже. Я вот сейчас один раз удалю, и эхо не будет. Все, исправила я вашу ситуацию? Да, я думаю, должно хорошо слышно. Ну, не знаю, смотрите. Может быть, что-то еще там произошло с компьютером. Так, вообще по одному разу вы должны в комнате светиться, чтобы никакого эхо не было. Да, я нормальная. Такая же, как и все остальные в этой комнате. Так, давайте будем начинать. Меня зовут Анна Шапира. Мы бизнес этот строим вместе с мужем, с Александром. Я в бизнес зарегистрировалась полтора года назад, в июле прошлого года. А муж присоединился ко мне только в октябре. Так, я давайте на вопросы буду отвечать только в тему, как я предупредила. Иначе мне придется чат заблокировать, потому что я на у нас запись включила. Чтобы я не отвлекалась, давайте послушайте, а потом будете вопросы задавать тогда. Так, муж у меня, как и многие другие, те, кто регистрировался или не регистрировался, или боится до сих пор, он не верил очень долго в этот бизнес. Я с ним боролась весь год прошлый и ссорились, и все у нас было по поводу этого бизнеса. Ну вот, наконец-то он ко мне присоединился, чему я очень рада. Да, победила я его. Вот, теперь мы с ним вместе. Мы объединили наши номера. Вот вы получили регистрационный номер, кто зарегистрировался, да? Вот у вас номер на одного человека. У нас сейчас заключен семейный контракт и номер на двух человек, на двух людей. Отлично, Михаил. Мы сейчас находимся в звании директора. У нас открыта квалификация старших директоров и золотых директоров. Скоро будем закрывать уже звание. Так, вот такой уровень можно сделать, ну вот как я сделала за полтора года, и это не очень, не очень быстро. Но вот на тот момент, когда я в проекте зарегистрировалась, я в школе работала. Я вела русский и литературу в школе у нас в Тогучине. И год я совмещала. Вот у нас многие новички спрашивают, можно ли совмещать с основной работой. Я совмещала. Мы оба с мужем работали. Я в школе работала, он работал, ну вообще у нас подполковник в отставке. После того, как он ушел на пенсию, он работал начальником службы безопасности. Могу ошибиться, он когда меня слушает, то я всегда ошибаюсь. Начальником службы безопасности сети магазинов по области он работал. Сейчас мы уволились оба. Я уволилась в августе, он уволился в октябре. И строим бизнес только через интернет. Почему мы приняли такое решение уволиться? Потому что я одна здесь, вот в этом бизнесе, заработала столько, сколько мы вместе зарабатывали. Моя зарплата в школе, плюс его пенсия, у него пенсия немаленькая, 26 тысяч, военная пенсия у него. И его зарплата, вот я сказала, начальником службы охраны работал. Вот я заработала столько, сколько все вот это вместе взятое. Сейчас уже больше. Поэтому мы приняли такое решение уволиться с наемной работы и работать только на себя. Саша, ты лучше меня не перебивай. Потом расскажешь, когда будешь проводить сам. Здесь мы работаем, да, работаем только на себя. Так, в чате я написала Новосибирск, потому что Табучин не все, наверное, знают. Табучин находится в 100 километрах от Новосибирска. Рай-центр. Это небольшой городок, у нас всего лишь 23 примерно тысячи человек проживает. Ну, неважно, вот в нашем бизнесе, неважно, где вы живете, в городе, в большом, в маленьком, в мегаполисе, или это вообще деревня заброшенная, самое главное, чтобы был интернет. Я вот сейчас все рассказываю. Мне очень-очень нравится работать здесь. Для меня в школе было сложнее работать. В школе я больше времени затрачивала. Зарплата была в 4-5 раз меньше, чем здесь. Я думаю, что из-за денег, ради денег мы здесь, да, ну, вообще работаем же за деньги, а не просто так. Поэтому мне не сложно, мне нравится. На начальных этапах, да, на начальных этапах сложновато, потому что результат не сразу. Я вам сейчас буду рассказывать о результатах. Результат не сразу. Первое время, ну, как и в любом бизнесе, как и в любом традиционном бизнесе, результат деньги получают не сразу. А в традиционном бизнесе еще и вложение нужно сделать, да, чтобы магазин открыть или, там, ну, не знаю, мастерскую какую-нибудь открыть, СТО машины ремонтировать, да. Нужно сделать вложение. У нас никаких вложений нет, но мы ничего не получаем в самом начале. В самом начале с первого месяца работы кто получает? Те, кто устраивается на наемную работу, пришли к работодателю, устроились на работу, вам работодатель сразу говорит, какой у вас будет оклад. И вы этот оклад будете получать 10 лет, 20 лет, но будет прибавляться. Это все знаете, да. Я даже покажу справку, Роман. Все покажу. Оклад ваш не будет сильно увеличиваться. Но зато с первого месяца, да. А у нас в основном зарплаты какие? Однажды просили в чате написать, вот здесь прямо на вебинаре, в среднем зарплаты, ну, вот писали, как вот я помню, 10-15 тысяч. Кто-то один там написал 35-40. В основном зарплаты маленькие. Поэтому я не хочу работать больше ни на государство, ни на дядю. Я хочу работать только на себя. Пусть не сразу, но работать на себя. А мы, Марин, только начали. Да, это компания Арифлейм. Если вы мне скажете, в какой компании больше деньги платят, больше зарплату платят, тогда пойдем всей командой туда. Я являюсь директором для, не для всех, кто здесь находится, для номеров 123, 127, 128, 129, 130. Да, ребяточки, наберитесь терпения. Смотрите, вот на слайде мое свидетельство индивидуального предпринимателя. Свидетельство мы получили через 11 месяцев после того, как я начала здесь работать. Свидетельство ИП мы открываем, получаем не сразу. То есть индивидуальное предпринимательство мы открываем не сразу. Зачем его открывать, если вы еще не заработали. Там же налоги придется платить, пенсионный придется платить, там около 20 тысяч в год. Поэтому мы открываем индивидуальное предпринимательство только тогда, когда заработали деньги. Я открыла, когда мне компания начала перечислять 40 тысяч. Ну это мое решение было. 40 тысяч ежемесячно я начала получать, пошла, получила свидетельство. Открыла счет в банке, вот мне компания перечисляет деньги на счет в банк. Кто-то открывает раньше, кто-то открывает позже. Если уже открыто ИП, то вам нужно будет просто внести код деятельности. Добавить наш код деятельности. У нас деятельность называется «Маркетинговые исследования конъюнктуры рынка». Так, вот она моя бухгалтерская справка. Вот это первая бухгалтерская справка. Сумму здесь я получила немаленькую, 161 тысяча. Ну вот на справке написано, что это с 13 июля по 2 августа за 3 недели. Как будто не так. Эта сумма копилась у меня год. Я вам сразу сказала, что с первого месяца зарплаты нет. Мы должны сначала создать товарооборот. Можете вы в первый месяц создать большой товарооборот, миллионный товарооборот? Не можете. Даже 200 тысяч в первый месяц товарооборот не создадите. А компания нам платит процент от созданного товарооборота. Какой создадите, столько денег и получите. Поэтому получается, у нас сначала товарооборот маленький. С каждым месяцем товарооборот увеличивается и наш доход увеличивается. Но я тоже уже сказала о том, что мы ИП сразу не открываем. Поэтому деньги на номере копятся, копятся. Как только открыли ИП, все накопленные деньги сняли. Вот я сразу сняла. Можно было не снимать, можно было копить. Вот 161 тысячу мы сразу сняли. Это то, что накопилось за год. Ну а потом уже доход шел по примерно 40-50 тысяч в месяц. Сейчас у нас выходит около 80. Юля, рановато еще. Юля, рано еще открывать ИП. Побольше нужно, чтобы доход компания перечисляла больше, чтобы налоги не съели. А, деньги нужны. Ну бывает, кто раньше открывает, да. Так, у вас вроде слайд перевернулся. Меня чуть не хочет. Сейчас исправим ситуацию. Так, что видите на слайде? Что у меня не переворачивается слайд? Там, наверное, должны быть... Сейчас буду туда-сюда его. Скрины, да, вот. Скрины зарплаты. Это я... А, вот, все, перевеснулся. Сейчас убираю свое видео. Посмотрите. Вот это... Просто для примера вам показываю. Это люди из моей команды. Александр Овчеренко. Так, в комнате я его вроде бы видела. Если он в комнате, он может подтвердить, что это его скрин 123 тысячи, у него последнее начисление было. Катя Звекова, это из его же веточки 106 тысяч. Ну вот такие... Это у них накопленные деньги. Накопленные. Вот у меня накопилось на момент открытия 161 тысяча. А вот у Александра и Кати, вот пока вот такие суммы, они бы еще не открывали. Вот напишите Оксане, чтобы перезашла. Всем остальным-то... Что, всем не слышно? Ага, сейчас я тогда перезаеду. Так, сейчас слышно? Напишите, слышно? Ну, я отключалась, поэтому не было слышно. Сейчас слышно или нет? Раз, два, три, раз, два, три. Ага, вижу, слышно. Все, 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 слышно. Продолжаем тогда. Так, ну вот эти деньги у них накопились. Пойдут открывать ИП. Они еще заявку не подавали на ИП. Скорее всего, к открытию, к моменту открытия денег будет больше. Так, ну что у меня тут? Слайды не хотят сегодня листаться. Придется другой комп брать. Да, я вижу, что у меня номер сменился, слайда. Так, я поняла, что вы видите, что листается, а просто я не вижу, что листается. Вот сейчас все нормально, да? Саш, зайди, убери. Сейчас проблему решим. Выключай. Зайди у тебя в этом, в скайпе, звук выключи. У тебя в скайпе есть ссылка, спикер один, я скидывала. Зайди с него, если что, я потом перезайду на него, на тот компьютер. Да, в скайпе. Так, на фотографии. Ну, пока меня слышно, пока меня слышно, то я с этого компьютера вам рассказываю. Это большая мотивационная встреча. В Барнаул я ездила, своих спонсоров здесь узнаете. Здесь есть наш Александр, вот Овчаренко, скрин, которого я показывала. Мы тоже с ним встречались первый раз. Мы же через интернет только работаем. Вот первый раз встретились на награждении, получали свои чеки, получали свои сертификаты. Так, давайте перейдем уже конкретно к нашей работе, к нашему бизнесу. Что такое финансовые вложения? Давайте разберем это понятие. Как только будет не слышно, вы мне сразу пишите. Что-то сегодня интернет не очень. Так, у нас многие новички приходят, когда к нам в бизнес, и узнают, что нужно купить для себя мыло, шампунь, зубную пасту, они сразу начинают писать, как так, зачем покупать. Вы говорили, что финансовых вложений нет. Если ввести в Википедию, посмотреть, что такое финансовые вложения, вот это ни в коем случае не покупка для себя средств личной гигиены. Также покупка продуктов, средств для того, чтобы помыться, это не финансовые вложения. Финансовые вложения вот на второй части слайда. На второй части слайда, это вот слева, это традиционный вообще розничный магазин, чтобы его открыть, вот для этого нам нужны финансовые вложения. Не один миллион, скорее всего, понадобится. А чтобы купить себе зубную пасту, здесь деньги не нужны. Ну как не нужны? Они нужны, естественно, вы... Да е-мое. Саша, я здесь не мешаю. Сама разберусь дальше. Так, остальным слышно? Нет, Андрей, да, написал сейчас вопросик, пишите, на 100 баллов, на 100 баллов по желанию вы делаете заказ, по желанию. У нас все здесь делается по желанию. Если хотя бы один человек думает, что сейчас будут его заманивать, затягивать, какими-то, может быть, обманными путями, такого у нас нет. Вот вы меня слушаете, если вам нравится слушать, вы продолжаете слушать. Если вам не нравится слушать, вы просто уходите, выходите, на крестик нажимаете, и никто к вам никогда не обратится и не заставит что-то здесь делать. Здесь мы строим свой собственный бизнес. Меня никто не заставлял строить свой собственный бизнес. Я строю его сама, и я вам советую строить бизнес для себя. Вы не для кого-то, не для кого-то строите его. Когда вы начнете зарабатывать деньги, то это ваши деньги. Вы зарабатываете для себя, вы работаете на себя. Ой, Евгений, так здорово, если вы заставите работать на себя человека. Это же здорово, вам потом человек спасибо скажет только. Так, Роман, ну давайте как раз вот по этому слайду вопрос. Зачем покупать, если я не хочу покупать? А как вы моетесь? Вы зубы чистите? Вот вы не хотите покупать. Ну, скорее всего, вам кто-то покупает. Потому что я не думаю, что вы не чистите зубы, вы не моете голову, да? Про секту пусть говорят. Вот знаете, я уже не обращаю, честно говоря, внимания. Мне здесь деньги компания платит за то, что я работаю, за то, что я обучаю. Вы видели, как люди из моей команды зарабатывают. Если от своей необразованности человек говорит, что это секты или еще что-то, лохотрон, да? То я не обращаю на это внимания. Да, Роман, так убегают вопросики. Если у вас есть, то оно закончится, да? Когда-нибудь зубная паста ваша закончится и мыло. Если у вас закончилось, вы идете в магазин. Ну, это ваше право. Вы можете идти покупать в магазин. Я, например, не пойду покупать в магазин. Смотрите, почему. Если я иду покупать в магазин, я делаю товарооборот хозяину магазина. Мне от этого какая-то выгода есть, что ли? Ну, сделаю я ему товарооборот, он получит деньги. А я хочу деньги получить сама. Да, это все незнание, я согласна, Жень. Я хочу деньги получить сама, и я покупаю у себя. Кто хочет, можете покупать в магазине. Косметика вообще качество отличного. Раньше, когда я здесь не работала, не была зарегистрирована. Я, кстати, тоже так же говорила, что косметика плохая. А сейчас я смотрю на себя в зеркало, мне нравится моя кожа. Мне нравятся мои волосы. Мне нравится то, что если я пользуюсь антивозрастными средствами, морщинки мелкие уходят. Ну, меня никто не переубедит, что косметика Арифлэм плохая. Для меня эта косметика вот самая лучшая, самая отличная косметика и средства личной гигиены. И кроме косметики есть БАДы, да. У нас русские люди тоже БАДы не пьют, здоровьем своим не увлекаются, потому что, скорее всего, тоже это незнание. Смотрите, в Японии 90, даже больше процентов людей употребляют БАДы. Люди здоровые, люди умные. Так, смысл вебинара в том, что я вам рассказываю смысл бизнеса. Вот сейчас на этом слайде мы с вами разбираем, что такое финансовое вложение, да. То, что вам нужно, вот тем, кто хочет здесь у нас работать, нужно будет покупать для себя мыло, шампунь, зубную пасту. Если вы девушка, то вы, естественно, краситесь, там туалетная водичка и так далее. Все, что угодно на любую сумму. Мы не заставляем вас продавать. Продавать сложно. Я думаю, что вы со мной согласитесь, да, что продавать по каталогу это нелегко. И денег вы за продажи не заработаете. Лучше, конечно, услышать, как здесь строить бизнес. А я специально поставила сюда картинки, вот те, которые мне нравятся. Роман, нет. Ну, смотрите, если вы для себя, ну, вот это ваше право, да, я уже сказала, это на ваш выбор, на ваше усмотрение. Компания так работает. Мы не придумывали эти условия. Мы хотим заработать, мы принимаем условия компании. Компания 47 лет на рынке, очень много людей заработали, да. Международный рынок, 62 страны. Мне выгодно принимать условия компании и зарабатывать. Вот в компании такие условия по уставу. Если вы не делаете ни одного заказа, вот просто зарегистрировались и не сделали ни одного заказа, вы имеете на это право без заказа вас удалять через два месяца. Просто номер удалят и все, никто ничего не потеряет. Вы никому ничего не должны. Если вы сделаете хотя бы один заказ, то вы в компании останетесь на год. Когда договор ваш продляется на 12 месяцев, вас не удалят 12 месяцев. Вот я советую всегда делать первый заказ, любой, на любую сумму, для того, чтобы остаться в бизнесе. Потому что у нас очень много людей, которые не делали заказ, да. Сейчас они были бы на уровне директоров. Они у нас регистрируются повторно, потому что они видят уже результат. Они следят за моей страничкой в «Одноклассниках». Можете зайти, можете зайти посмотреть. В «Однокласснике» Анны Шапирова у меня вся информация на странице выложена. Минимальная сумма. Вот сейчас стоит минимальная сумма 700 рублей. Это для того, чтобы была бесплатная регистрация. Если вы хотите бесплатную регистрацию, бесплатно, то вы делаете заказ на 700 рублей. А если вы не хотите бесплатную регистрацию, то вы делаете хоть на 30 рублей. Ну, что там самое дешевое найдете. Как правильно сделать заказ? Здесь нужно к спонсору обратиться. Гюзель, вы в моей команде, я помню вас по чату. Поэтому после вебинара тогда не буду сейчас рассказывать, как делать заказ. 123 – это вся моя команда. Мне сны снятся про рефлейм с самого начала. У меня как деньги в голове засели, много денег, да. И я очень-очень сильно захотела заработать. Поэтому я возражениями не сыпала, никого не обсыпала. У меня цель единственная была – заработать. Если аллергия на какой-то продукт, на какую-то составляющую продукта, здесь есть БАДы и витамины. Витамины мы всей семьёй употребляем. И, в общем-то, второй год мы не болеем. Витамины отличного качества, разрабатывались 8 лет. Есть сертификаты на витамины, по-моему, в 39 странах. Регистрация 149 рублей. Вот если вы просто заказ маленький делаете, например, мыло одно, вы имеете право заказать одно мыло. Оно стоит 29 рублей со скидкой. Вам скидка будет на любую сумму заказа. В каталоге мыло 35 рублей, я самое дешёвое говорю. Со скидкой вам будет 29 рублей. И плюс регистрационная плата 149 рублей. Я сравниваю всегда с магазином «Лента». В магазин «Лента», чтобы купить дисконтную карту, нужно заплатить 200 рублей, и вы получаете скидку 5, по-моему, процентов. Здесь скидка 18%. Так, что мы вам предлагаем? Это готовый бизнес. Почему мы называем его «Готовый»? Почему это бизнес под ключ? Потому что все инструкции уже готовы. Вам вообще ничего думать не нужно. Ни о каких шаблонах задумываться не нужно. Ни о своих действиях задумываться не нужно. Уже всё придумали, уже всё сделали. Вам просто бери и делай. Вот взяли наши инструменты, взяли наши инструкции, взяли наши шаблоны и заработали. Мы вам только поможем. Да, плюс доставка. Поэтому невыгодно делать заказ одно мыло. Так, сейчас какой-то вопросик был. Если не делать заказ в каждом каталоге... Так, давайте сейчас дальше, и Оксана будет, по-моему, ответ на ваш вопрос. А если не будет, то тогда ещё раз спросите. Мы вам предлагаем такой бизнес, который можно запустить прямо на дому. Можно совмещать с учёбой, можно ухаживать за ребёнком в любое свободное время. Особенно для людей с ограниченными возможностями наш бизнес вообще классно подходит. Главное, чтобы был интернет, чтобы был ноутбук или компьютер. И может зарабатывать любой. Да, оплата при получении. Если кто-то ещё не доверяет компании, за 47 лет ни одного судебного иска в компании не было. Все довольны остались. Если вы где-то в интернете читаете негативные отзывы, я иногда специально захожу, читаю негативные отзывы, знать, чем люди недовольны бывают. Знаете, чем? Они говорят, я вот покупал для себя и ничего не заработал. Вот так пишут. Это обман, да, я для себя покупал и ничего не заработал. А мы вам предлагаем не только покупать для себя, мы вам предлагаем работать. Это бизнес. Здесь бесплатного сыра нету. Здесь работы очень много. С доставкой, доставка в ваш город. Есть сейчас почти во всех городах сервисные пункты обслуживания, офисы. Почему мы выбрали именно эту компанию? Кто-то засомневался, да, в самом начале Арифлеем, да? Уже наслышались о том, что в Арифлеем денег очень сложно заработать, да, много. Но на самом деле, смотрите, бизнес легальный, бизнес прозрачный, всё на виду. Поговорите вот ради интереса с другими компаниями, вот те, кто сейчас много очень рассылок в Одноклассниках. Я спрашиваю ради интереса. Я задаю такой вопрос, когда меня рекрутируют в другие компании. А вы сколько заработали? Мне на это отвечают. Это конфиденциальная информация. Ну какая конфиденциальная, если спрашивают, если меня приглашают в бизнес и мне не говорят, сколько я могу заработать? Я свою зарплату всем называю. Последнее начисление у меня 127 тысяч. В этом месяце будет меньше, потому что премии не будет. Где-то тысяч 50-60, вот так. То есть там как-то вот нестабильно, да, зарплата у нас нестабильная, доход нестабильный. Но всё легально, всё прозрачно, всё оформлено через налоговую службу. Все налоги платим, у нас есть стаж, да, вот здесь написано, засчитывается трудовой стаж. Пенсия будет даже, потому что пенсионное отчисление у нас есть. Мы получаем 17 зарплат в год, потому что отчётный период 3 недели. 3 недели каталог заканчивается. Если ещё нет ИП, то деньги вы просто не снимите. Ой, давайте вопросы. Вы начали что-то это, уже немножко не в тему. Я, если буду отвлекаться, мы можем с вами до утра сидеть. Премия 70 тысяч, да, была у меня. Вот в этот раз. Ну, у меня тоже будет слайд по этой премии именно. За что такая премия даётся? Так, что я здесь ещё не сказала? Участие в банкете директоров, путешествия в экзотические страны за счёт компании. И вот мне больше всего нравится то, что я выделила жёлтым цветом. Специально выделила вот то, что меня привлекло. А то, что нет финансовых вложений, можно бизнес, вот серьёзный бизнес, который приносит денег вот мне в нашем городе больше, чем любому предпринимателю у нас. Вот любые мелкие магазины, обувные магазины, продуктовые небольшие магазины, я не говорю про такие магазины, как Лента, Мария Ра, Холидей или Холди. Не знаю, какие у вас магазины наподобие. Я не про такие говорю, не про супермаркеты. А если обычный маленький магазин, частный магазинчик, вот сколько им нужно париться тем, чтобы деньги заработать, да, и доставка, и аренда, и вот за этим помещением нужно ухаживать. Я просто дома. У меня только интернет и компьютер. Всё. Я создаю товарооборот больше, чем они в своих магазинах. Тоже в чате задавала вопрос. Вот такой про товарооборот, если кто-то сталкивался с традиционным бизнесом. Товарооборот 300-400 тысяч. У меня товарооборот на сегодняшний день полтора миллиона. Я, не выходя из дома, создала вот такой товарооборот. С этими, Анастасия, новичками работает ваш спонсор. Давайте, может быть, я уберу, чтобы вам не мешало. Да, закрываю. А то и мне мешает, и вам мешает. Потом открою для вопросиков. Я из Тогучино. Это Новосибирская область. Так. Вот мне больше всего нравится здесь то, что бизнес передаётся по наследству. У меня такой опыт уже есть, но не по наследству. Мы передали номер дочери. У нас было два номера. Я вначале в самом говорила, что мы с мужем на один перешли. Был номер у меня, и был номер у мужа. И был номер у дочери. Но он не развивался, я ветку эту не строила. Мы номер дочери удалили. Написали заявление, номер дочери удалили. А номер мужа, мы с ним оба были на 22%. Номер мужа мы передали дочери через компанию. А сами с ним встали на один номер. Мы вдвоём на одном номере. Кому-то, если будет интересна эта тема про передачу номеров, я тогда в чате спросите, в скайпе я расскажу. Так, пока слайд у меня перелистывается. Я ещё, знаете, говорю тем людям, которые не хотят зарабатывать. Зарабатывать не хотят, заказы делать не хотят, да, рост идёт. Я им говорю тогда, если вам деньги не нужны, вы номер свой сохраните, чтобы в будущем передать своим родственникам. Можно передать. Света открыла, по-моему, чат. Так, что-то не листается. У вас, наверное, перелеснулся. Так, сейчас у меня, наверное, перепрыгнул слайд. На графике представлен рост дохода. У меня вот это там должен быть. Вот, как можно заработать. Компания предлагает два способа зарабатывать деньги. Можно продавать, а можно строить свою структуру. Давайте с вами подумаем, сколько может один человек продать. Вот сколько продукции он может продать. Если наберёт, допустим, 50 каталогов, пойдёт во все открытые двери. Я уже вам сказала, что это не просто. Это очень тяжёлый труд. Кому-то нравится, они продают. Сейчас, кстати, те, кто продают, я подробно останавливаться на этом не буду, могут зарабатывать около 20 тысяч. Компания платит дополнительно тем, кто продаёт. Но я вам не про это рассказываю. У нас второй способ заработка. Мы не продаём, мы строим свою структуру. Вот, чтобы продавать, нужно идти куда-то. А чтобы строить свою структуру, можно работать, не выходя из дома. То есть, приглашать людей в команду. Давайте сравним. Вот на графике представлен рост дохода. Здесь прибыль от рекрутирования сравниваем с прибылью от продаж. На начальных этапах, как и в любом бизнесе, прибыли нет. Здесь никто вам не определяет оклад. Здесь сколько заработали, столько поработали, столько и заработали. Как говорят, ещё волка ноги кормят, да? Сколько потопал, столько и полопал. Вот это про нас. Если не очень ответственно поработали, значит, ничего пока не заработали. Даже, ой, ну в самом начале, я не знаю, мы все, кто хочет заработать, с самого начала берёмся, все силы вкладываем в этот бизнес, но всё равно вот первое время денег нет. Примерно можно заработать через 2-3 месяца. Вот так. Уже доход начинает копиться на вашем лицевом номере. Дальше смотрите, что происходит на лицевом счёте. Прибыль от рекрутирования и прибыль от продаж растёт очень медленно, но прибыль от рекрутирования в конце концов делает резкий скачок. Вот какой у меня был скачок. Сначала зарплата у меня была, вот первая моя зарплата, семьсот, что-то забыла, семьсот пятьдесят рублей, вторая тысяча триста рублей, третья две четыреста, дальше я уже не помню, вот таким образом она росла-росла, потом помню, что была десять тысяч, потом резко двадцать тысяч в следующий каталог уже, потом сразу тридцать тысяч, вот таким образом зарплата начинает расти. Сначала ничего нет, а потом начинает расти. Продавать не нужно, да. Вот один человек может не на большую сумму продать, а если я, вот мне что проще сделать, я могу сама продавать, да, а могу пригласить большое количество людей, которые будут покупать для себя. Мне тогда не нужно будет идти им продавать, они сами зайдут на сайт, они сделают покупку для себя. Они могут быть просто потребителями, а могут также заинтересоваться бизнесом, начать строить группу и начать зарабатывать деньги. Смотрите, смысл работы в том, что мы создаем группу потребителей, мы приглашаем потребителей. Мы пригласили человека, мы научили его делать заказ, рассказали о продукции, да, рассказали о том, что у нас сертификаты на всю продукцию есть, и сертификаты можно найти в интернете. Рассказали, научили, показали, да, и он независимо от вас, человек каждый месяц смоется, да, он независимо от вас уже заходит на сайт, делает заказ. Вы получаете потом в итоге деньги-то за что? За то, что вы нашли человека, за то, что вы научили его, да, и он делает заказы, он может делать, может не делать, вы его не заставите, естественно. То есть наша задача набрать как можно больше потребителей. Еще лучше, еще интереснее набирать не потребителей, а тех людей, но мы все равно всех одинаково регистрируем, да, никому не отказываем. Нам интересны те люди, которые хотят деньги зарабатывать, нам интереснее с ними работать, потому что мы занимаемся их обучением, мы учим их находить других людей, да, строить свою команду, мы работаем с их командой, уже обучаем их людей. То есть вот наша задача взять человека, новичка и вырастить из него директора. Не просто взять и зарегистрировать потребителя, чтобы он там 10-20 лет покупал продукты, да, наша задача взять и научить его, чтобы он зарабатывал минимум 30 тысяч в месяц. Потом доход растет. Вот до 30 тысяч в месяц мы доводим при вашем большом желании. То есть нам бы интересно, как директора будущие. Хотите зарабатывать? Будем учить. Как бизнес работает? Кто у нас не хотел в магазин ходить? Роман, да? А вот основное правило, основная привычка, которую вы здесь приобретаете, вы просто меняете магазин. Это несложно. Просто поменять магазин. Конечно, многие говорят, а мне проще через дорогу, да, ради бога, ну пойдете через дорогу, заработает хозяин магазина. Откроете свою страничку и сделаете заказ со своей странички, заработаете вы. Вот, если желание есть и желание большое, если оно у вас такое же, как и было у меня, и у меня сейчас оно нисколько не уменьшается, я хочу больше заработать, то будем работать. Так, наша задача какая? Поменять свою привычку. Ходили в розничный магазин, вам это казалось удобней, вам это казалось легче и проще. Ну и что? Вы ходили, вам никто деньги за это не платит. Здесь деньги платят. Так, что нужно делать? Вот правило 3-п. Если вы сейчас, вы слушаете по этому слайду и скажете, одно буду делать, второе буду, третье не буду, например, или, ну, любой вот пункт вы отбросите, то у вас уже ничего не получится. Если вы хотите здесь деньги заработать, вам нужно все 3 правила выполнять. Какие это правила? Посещать обучение, это обязательно. Посещать обучение обязательно. Если у вас время не совпадает, мы специально проводим обучение, московское время называем, 11, 17, 18, 21. То есть, ну, постарались сделать для разных регионов. К нам людей очень много идут. Именно в нашу команду продвижения люди стараются попасть из других структур. Уже директора, ну, вот в других структурах они уже стали директорами. Мне в одноклассниках пишут, у них опыт работы больше, чем у меня. Они пишут и спрашивают, а как вы так работаете, как вы проводите эти вебинары, как вы приглашаете людей на вебинары, как вы их обучаете, а можно ли к вам на вебинар попасть? То есть, люди интересуются именно нашим обучением. Всех наш проект, наверное, голову вскружил всем, тем вскружил, что у нас очень большой рост. У нас много директоров вообще появилось, вот именно в нашей команде, уже после того, как я зарегистрировалась, у нас появилось много директоров. Мы вырастили большое количество директоров. Мы научили людей зарабатывать. И вот это здорово. Для Красноярска по времени, ну это 11 часов. Так, я не договорила. Если у вас не получается, если время не подходит, то вы смотрите в записи. Есть записи. Вот сейчас Яна делает, я не знаю, сорвалось у нее или не сорвалось, когда меня выкидывала. Но можно смотреть в записи. Вот все, что вы хотите для вашего роста, вам будет предоставлено. У нас так. У нас каждый человек, вот тот, кто вас приглашает, он заинтересован именно в вашем росте. Мне даже говорили о том, что первый раз услышали именно в нашем проекте, что мы заинтересованы в росте новичков. Потому что структуры разные есть. Вам повезло, что вы здесь, вам повезло, что вы у нас. Если вы могли попасть в любую другую структуру, где спонсор мог бы быть заинтересован только в ваших баллах, тогда он бы сказал вам, обязательно делай 150 баллов. Вот он заинтересован был бы только в ваших баллах. Нет, мы заинтересованы, конечно, в вас как в предпринимателях. Мы хотим, я хочу для своей команды, я хочу, чтобы у меня было много директоров. Мне выгода какая от этого? Мне компания будет платить за то, что я выращу большое количество директоров. Мне вот баллы сами по себе, кто-то на 20 баллов сделает заказ, кто-то на 5 баллов, кто-то на 100 баллов. Вот мне интересно, чтобы вы стали директорами. Я хочу научить вас быть директорами. Тогда я буду много денег зарабатывать. Чем больше директоров я научу, чем больше людей я научу зарабатывать деньги, тем больше буду я зарабатывать. Я в этом заинтересована. Поэтому ночь сейчас у нас, спать лягут часа в 3, в 4, в 5 иногда, пока все не улявутся спать и не успокоятся наши чаты с вопросами. Тогда я ложусь спать, потому что очень-очень мне нужно, чтобы люди зарабатывали деньги. Так, значит, вот посещать обучение. Не можете онлайн в прямом эфире посещать, посещайте, в записи смотрите. Приглашать людей обязательно. Вебинары они в Ютубе введите. Да даже не на Ютубе. Я вот уводила Анна Шапира в Яндексе. В Яндексе вводишь Анна Шапира, и там выходит запись вебинара моя. К нам нет, только после удаления номера из той структуры. Да, у нас очень-очень-очень честно все. Хитрые все, хитрые, да. Я могу вам ответить то, что у нас налоговая, уже регистрируют лохотрон, да, мошенников регистрируют, обманщиков людей. Нет, конечно. Если бы наш бизнес был нелегальным, у нас не было бы никакого кода, и никто бы нас не зарегистрировал. Евгений, позже про зарплату. Приглашать людей обязательно. Смотрите, если вы не будете приглашать людей, то у вас не будет расти команда, да, у вас не будет увеличиваться товарооборот. Откуда у меня полтора миллиона товарооборотов? У меня много людей. И я еще их продолжаю приглашать. А, кстати, вот этих людей не только я пригласила, этих людей приглашает вся моя команда. Вначале они получили от меня какую-то помощь, да, такой толчок, а потом он начинает работать самостоятельно. Помощь получите всем. Так, покупать продукцию для себя. Вот это тоже обязательно. То есть что мы делаем? Посещаем обучение, приглашаем людей и покупаем продукцию для себя. Запись в чатах бывает. Так, сейчас со слайдами разберусь. Я думаю, что это действие несложное. У нас иногда люди читают вот эти действия, да, а потом смотрят на это и говорят, а что же все-таки делать надо? А вот это и нужно делать. Посещать обучение, приглашать людей и делать заказы. То есть выполняя простейшие действия, вы можете получить хорошие деньги. Если вы мне напишите, ага, перевеснулся слайд, откуда берутся деньги? Уже задавали вопрос про деньги, да, откуда берутся деньги. Мы приглашаем в нашу команду людей. Каждый, кто хочет заработать, приглашает людей. Сейчас разберем прямо на примерах с вами. Эти люди делают заказы и компания засчитывает вам за ваш созданный товарооборот. То есть давайте, например, допустим, вы есть, да, вы пригласили 10 человек. Как приглашать? Это 18 часов вебинара. 18.00 по Москве ежедневно. Как приглашать? И в записи есть, кстати. В записи тоже есть. По разным соцсетям. Как приглашать? Есть вы и вы пригласили 10 человек. Вот всего вас 11, да. Если вы, ну вот все, все 11 человек, просто для того, чтобы было удобно считать, беру цифру круглую, сделали заказ на 1000 рублей. Каждый из них сделал заказ на 1000 рублей. Получился товарооборот 11 тысяч рублей. Вот компания считает, что это вы создали такой товарооборот. То есть вы пригласили людей, люди купили. Но 11 тысяч это еще мало, да. В следующем месяце вы приглашаете еще 10 человек. БАЗ уже 21. Каждый купил на 1000 рублей, потому что то, что в прошлом каталоге покупал, уже закончилось. Мыло, шампунь, зубная паста закончилось, да. Люди снова покупают. Нам поэтому удобно работать с этим продуктом. Продукт заканчиваемый. Люди покупают частенько его, да. Чтобы умыться. БАЗ 21 человек. ТОВАРООБОРОТ